Музыка Он все-таки влил Зараза Все, поехали До свидания, до свидания, Таганрог Ну, теперь уж я на 99% уверена, что вряд ли мы сюда вернемся Но нам было приятно познакомиться Мы наконец в Ростове на вокзале Электричка была на сей раз ужасной Просто ужасной Дети орали, пьянчушки ходили Устали мы безумно Ну и вот мы на вокзале Всего какой-то час И мы садимся в поезд и едем домой Я думала, мы до Ростова не доедем никогда Ну, мы доехали И как всегда в Ростове негде присесть на вокзале Зато есть зарядки Ну, в розетке Можно зарядить телефон Такой бардак в электричке Такой бардак в электричке Пеканрог Ростов Я вижу первый раз Даже этот машинист был вынужден поругаться И сказать, что он сейчас просто закроет дверь и мы поедем Там какие-то тетки ругались Маленькие дети бегали, кричали, шумели В общем, мы даже сменили один вагон на другой Но это ничем не помогло Да и вообще мы сегодня находились 17 километров 17 Спина сказала, до свидания Устали безумно Осталось зайти в поезд, лечь спать И проспать до Воронежа Все, мы в поезде Отправляемся домой Утро в Воронеж Идем завтракать О, подъезжаем Кайф кофе Прям кайф Наш завтрак в Воронеже А где мой? А, он мой Надеюсь, он не ляпнет мне, как в прошлом году Так, ну, приятного нам аппетита в Воронеже В этот раз я не обляпалась Ну и узнаю наш тамбовский поезд Адлер-Тамбов Конечно, под утро работал только один туалет Конечно, был срач в мусорке И совсем не был туалетной бумажки Когда мы ехали в Костромском поезде До конца была туалетная бумажка И тетенька-проводник Следил за чистотой Ну, почему-то в поезде Адлер-Тамбов Такого не бывает Хотя Когда мы выходили сейчас в Воронеж Там хоть дядечка это Ремонтировал туалет Так что есть шанс, что он будет работать Ну, я не знаю, контингент что-то такое Сели вчера в 12 ночи в поезде И в полдвенадцатого ночи Кто-то только залез Или сходил в магазин И начал кричать на весь вагон Спутнику своему Подожди, дай мне пожрать С детьми ехали И вот они в полдвенадцатого ночи Гремели чашками-тарелками Хавали, ржали В голос вообще Людь спят Паровозики вон там стояли Их убрали Которые мы в позапрошлом году Разглядывали Ну, их, кстати, в прошлом уже не было Чуть-чуть погуляем По привокзальному Воронежу Хотел сказать воздухом подышим Но воздух тут не актив Че им дышать-то? А вон стоит наш поезд Вон он Идюх, а мы с тобой кофе с утра в Воронеж пили Вон там Около памятника Там был тенечек Мы прям присели и кофе пили Ну, правда, туда подойти легально невозможно Там же нет ни одного пешеходного перехода Ну, был Вот мы вот так Вот так все обошли Очень было неудобно подойти Наверное, Романка Вот так же мы ехали этим с поездом Так же в 10 утра кофе пили Вот в этом ларечке взяли кофе И пили Блин, а в Воронеже вот сегодня не облачко Че ж нам вчера-то так с погодой не повезло Подозреваю, что и в Таганроге сегодня не облачко Да и в Ростове дождя не было Вот он как специально пролился над Таганрогом вчера Чтобы нам помешать Отдохнуть как следует Чисто для информации Надюха заметила В Таганроге проезд в автобусе Сколько? 30 рублей? А здесь маршрутка 21 21? 21 Ну как? Ну это так Для общего развития Так, один пункт Досмотр на техническом перерыве Идем во второй Благо очереди нет Кстати, я все сравниваю с Ростовом и Мадону Там пункт досмотра заставляют через ленту Даже часы, телефоны Даже пакет с пирожками Нас заставили через ленту Протащить А тут просто И в Таганроге Телефон Сумку складываю и через ленту А тут нет Выложил в лоточек Мимо прошел и все А в Ростове там именно лотки Складываю в лотки И они все это через ленту поедут Зачем собор у них красивый В этом году мы туда не дошли Спешили позавтракать Обычно я туда хожу Красота Он правда такой Особенно в тумане Когда вызывает такое прям Мощное впечатление 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 Вот эта тема Мощное впечатление Мощное впечатление Мощное впечатление Кhot И выски shakes Лет Кgon Ты Память Бет Спешили ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть в этом какая-то своя прелесть. Мы все трое на верхних полках. Вот я, вот у папы. А вон там Надюшка. Можем переговариваться друг с другом, передавать что-то даже интересно. Какие-то дрязги. Техническая станция. Полчаса 39 минут нам тут стоять. Уф, без кондиционера и право выхода. Город грязи. До дома осталось совсем чуть-чуть. Мы тут стоим 11 минут и что-то. В Липецке уже тучки. Даже с Воронежем не сравни. И не так тепло. Какой тут парк красивый. Зеленая зона, вернее. Ночью мальчик-проводник бегает, суетится. Пол моет. Появилась туалетная бумага. Убрали весь мусор в туалете. Да и в предбаннике тут мусора нет. Приятно. Нечего сказать. В Воронеже было солнышко. В Липецке были тучки. А в Мичуринске идет дождик. Блин, мы дождь привезли. Твою мать, дождь усиливается. Побежали! А кстати, сегодня в этом, в Ростове-на-Дону, 30-32 и смог. Вот эта дымка, которая у них вечно, он как в дымке. Вот это вот у них смог называется. Солнце сквозь дымку пробивается. И на море дымка там. А мы уехали от такой жары. Да блин, я опять видео вместо фото включила. Так яблочко омывает красиво, когда он спускается, и яблочко прямо омывает. Красота! Бомжовский обед в Мичуринске. Надо уже домой собираться. Мы хавать собрались. Ну и норм. И до дома полтора часа. Предполагаемо, вагон опустел. Не совсем, конечно, но появился свободный отсек, где мы смогли спокойно покушать. Ну все, теперь ждем тамбов. За окном уже все свое, родное, пусть обшарпанное, но свое. В таких поездках, когда много всего происходит, ты сильно устаешь. И бывает так рад, что на горизонте тамбов. Пусть не самый лучший город на свете, не самый красивый, не самый богатый, не самый, не самый-самый, но для нас это дом. И возвращаться туда всегда приятно. Спасибо. Спасибо. Ну, к встрече с Тамбовом готово. Можно я? Ну что, проезжаем Стрельцы-Пушкари. Надюха углядела, где-то не кольский храм. Это, возможно, не кольский храм. Вон, вон, больше нечего. Он тут один такой большой, пушкарский. Вот и все. Мы в Тамбове. Мы в Тамбове. Как мы сходим на вокзал еще на кольце? А, вот он там, вокзал. Офигеть, сколько народу с Адлерского поезда. И все с одного. Ну, добро пожаловать домой. Ой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова